Всем привет, с вами Стефпро, и сегодня покажу вам мутант-креатуры с моделя Майнкрафта Покет Эдишн. После основы данного мода в нашем мире появляется много новых мобов, в том числе очень много новых вещей, которые вы можете сделать, или, так сказать, они могут у вас выпасть в мобов. Вот такие вещи добавляют в этот мод, но их очень много, но показывать их очень долго. Также он добавляет новую броню, как видите, вот такую косу он добавляет, в помощь которой вы сможете довольно быстро убить своего врага. Давайте еще раз маленько посмотрим на эту броню. Броня не совсем сильная, но очень похожа на алмазную, ей не хватает всего лишь 2 пункта до алмазной брони. Что ж, теперь давайте перейдем к мобам, для этого мы выйдем на дворик. Так, там у меня находится дворик, закрываем дверь, как культурные люди, и достаем спаун моба. Так, первый у нас такой моб летучий, ну он сразу у вас начнет лагать, так у него очень-очень высокая детализация. Да, он настолько четкий, что Майнкрафт начинает просто-напросто лагать. Ну мы его просто отключим, и перейдем дальше. Дальше у нас идет гидра, да, вот такая черная гидра, которую вы можете встретить в обычном мире. Если ошибаюсь, такая гидра была в Сумеречном лесу, на ПК-версии Майнкрафта. Но когда вы убиваете, с нее, к сожалению, ничего не дропается. Но может что-то и дропнуться. Это у нас уже такой большой гигант муравей, который сзади на себе носит такой кирпичный домик, да. И, причем он будет вас атаковать такими взрывами, которые будут, можно сказать, разделяться на несколько еще взрывов. И их пространство будет очень высокое, и он будет вам давать такой эффект. Как видите, он отбьет, отталкивает и дает эффект. И убить вам его будет довольно сложно, так как у него очень-очень много ХП. Что ж, идем дальше. Так, это у нас опять муравей. Уберем его. Дальше. Так, дальше у нас идет... Вот такая рыбка идет, к сожалению, она не пригрузилась. Она у меня провалилась сквозь блок, к сожалению. Да, извините. Ну и минус этого мода в том, что он на китайском языке. Да, это главный минус мода. Но все же, все же, все же. Так, вот как видите, вот такая рыбка была. К сожалению, я не смог ее показать, но вы сможете ее сами увидеть, когда она спавнится в обычном мире. Ну или во время выживания вы сможете ее увидеть, когда она спавнится рандомно. Вот такой эндро-дракон, и если его ударите, он начнет телепортироваться. Так. Как видите, он у нас куда-то улетел. Ну давайте его также выключим, чтобы он нам не мешал дальше обозревать мобу. Дальше у нас идет... Идет у нас такой динозаврик. Да, это рудовой динозаврик, можно назвать его так. Это у нас уже такое дерево-защитник, которое будет убивать злых мобов. Получается вот этот... Смотрите, что с него дропнулось, какая-то штучка. И получается, что вот этот динозавр-малыш был злым. Да, вот такая палочка. Палочка-моб, у которого довольно очень-очень много хп, и его хп будет пополняться. Да, у него стоит эффект пополнения, то есть поздравление. Так, это у нас пчелка. И у нее способность, как у паука. Если вы стукнете, она начнет вас атаковать. Также из нее, как видите, дропается пыль. Или, можно сказать, нектар. Так, это у нас был кто? Так, это у нас был какой-то дракон. Если честно, он похож на дракона из какашки. Из него дропается даже такая похожая вещь. Это довольно странно. Но все же, это прикольно. Значит, тоже, как видите, здесь очень много вещей. Но, к сожалению, из-за этих вещей вы не можете поставить ее на пол. Также им отволяет очень много пропитательных веществ, которые вы можете скушать или найти в обычном мире. Но не все они полезны. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok